В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава Ленинского городского округа Алексей Спаский вручил спортсмену Металлурга новый мотоцикл. Надо его настроить под себя, чтобы в полноценном объеме его эксплуатировать. На одной из ферм провели учение по ликвидации очага ящера крупного рогатого скота. Мы делаем свою работу тихо, незаметно, но благодаря этому наши люди едят безопасную продукцию, наши животные не болеют. Герой одного из наших благотворительных марафонов, ученик Видновской школы номер 7 Влад Сенилкин, принимает участие во всероссийской акции «Физическая культура и спорт. Альтернатива пагубным привычкам». За месяц сумела достичь с Владом таких результатов, что она нас просто поставила предфактом, что Влад участвует в соревнованиях. В техническом парке мотобольной команды «Металлург» пополнение. Глава Ленинского городского округа Алексей Спаский вручил спортсменам новый мотоцикл. Этого события ребята ждали долго. Мотопарк не обновлялся с 2006 года. Подробнее в репортаже Юлий Пагасьян. Сегодня в гостях у команды «Металлург» глава Ленинского городского округа. Пришел поздравить мотоболистов, у которых сразу два радостных события. Совсем недавно спортсмены вернулись с Кубка России. Он проходил в Ставропольском крае. В финале видновчане обыграли своего главного соперника последних лет команду «Колос». А также долгожданное обновление технического парка. Алексей Спаский подарил «Металлургу» новый мотоцикл. Сколько бы ни игралось, сколько бы ни выигралось, мне кажется, смысл любой работы, тем более спорт, это победа. «Металлург» – это традиция, это легенда, это символ видного по-хорошему. Поэтому спасибо вам огромное по-человечески. Сертификат на приобретение пяти новых мотоциклов глава округа Алексей Спаский команде «Металлург» вручил еще в прошлом году. Но в нынешних санкционных условиях купить технику оказалось непросто. Процесс потребовал немало сил и терпения. Деньги туда отправить и потом привезти обратно очень сложно было. Поэтому без труда не выйдешь рыбку из труда. Поэтому нашли варианты. Хорошее начинание. Я думаю, что оно продолжится. Потому что действительно, вот такое, знаешь, искреннее внимание команде – это многого стоит. Мотопарк в «Металлурге» не обновлялся с 2006 года. Теперь в арсенале команды 12 мотоциклов. Этот из Франции привезен в разобранном виде. За несколько дней высокопрофессиональные механики клуба собрали технику. Уже известно, что нового железного коня оседлает капитан Иван Крештопа. В первой игре мы чуть-чуть, конечно, не успеем. Потому что надо его настроить под себя. Для того, чтобы в полноценном объеме его эксплуатировать. Я думаю, что молодые ребята, кому достанутся следующие мотоциклы, будут больше глаза гореть. Новый мотоцикл, интереснее играть. Ближайший матч у «Металлурга» состоится 19 мая. На домашнем поле видновские спортсмены встретятся с агрокомплексом из Краснодарского края. Игра начнется в 18 часов. Юлия Погосян, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видно этого. И в продолжении мототемы. В весенне-летний период инспекторы ГИБДД отмечают всплеск аварийности с участием водителей мотоциклов. Даже незначительное столкновение может обернуться неприятными последствиями. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий сотрудники госавтоинспекции провели профилактический рейд, в рамках которого еще раз напомнили водителям двухколесного транспорта о соблюдении правил безопасного передвижения по автомобильным трассам. Здравствуйте. Старший инспектор ДПС, старший лейтенант полиции Люшко. Разрешите ваши документы водительского удостоверения, свидетельство о регистрации на транспортное средство и страховой полюс АСАГО. Сотрудники ГИБДД не только проверяли документы у водителей мотоциклов, но и проводили профилактическую беседу по правилам дорожного движения. Такое внимание к владельцам двухколесного транспорта связано со сложной обстановкой на проезжей части. Мотосезон стартовал совсем недавно, но, как рассказали инспекторы, на дорогах муниципалитета произошло уже несколько ДТП. Открывается мотосезон у нас в апреле месяце, в конце апреля месяца, соответственно, длится он до 1 октября. Ну и, соответственно, такие рейды проводятся на постоянной основе, потому что, опять же, повторюсь, в связи с большим количеством дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов. Тимур Селагадзе управляет мотоциклом всего три года, предпочитает этот вид транспорта из-за удобства и быстроты передвижения. В наше время очень много автомобилей, пробки. И в то же время наши службы не справляются с ремонтом дорог. Это не из-за того, что только автомобилей много и дорожники виноваты там. Всего. Много машин, много работы для работников. И поэтому для передвижения мотоцикл как бы более быстрый транспорт. Госавтоинспекция напоминает, что мотоциклисты – полноправные участники дорожного движения. Пренебрежение к ним со стороны водителей автомобилей нередко приводит к авариям. Однако и мотоциклист не должен допускать нарушений правил. При управлении мотоциклом необходимо знать, что данное транспортное средство должно быть зарегистрировано в установленном порядке. И, соответственно, должна быть открыта соответствующая категория. В ходе рейда всем остановленным водителям инспекторы напоминали о необходимости постоянно оценивать обстановку. Особенно при обгоне. Быть внимательными при проезде перекрестков, в которые могут быть не готовы другие участники дорожного движения. Это мотоцикл выходного дня, чтобы каждый день не ездить. Опасно ездить каждый день, правильно? В таком движении. Поэтому чисто, когда ветер нормальный, солнышко светит, можно и прокатиться, правильно? В период мотосезона сотрудники госавтоинспекции еще раз призывают водителей данных транспортных средств быть внимательными на дорогах, использовать шлемы и защитную экипировку и соблюдать скоростной режим. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. На одной из ферм провели учение по ликвидации очага ящера крупного рогатого скота. Мероприятие прошло под эгидой Министерства сельского хозяйства России. Свои навыки коллегам из девяти субъектов страны продемонстрировали сотрудники Ленинской ветеринарной станции. Наблюдал за их работой и наш корреспондент Максим Козлов. Мы всегда помним, что врачи лечат здоровье, а ветеринары лечат человечество. Спасибо вам большое за вашу работу. Всего самого лучшего. Работа ветеринарных врачей не так заметна, как коллег, лечащих людей. Но от их работы, в том числе и в экстремальных условиях, тоже зависит жизнь и здоровье граждан. А потому учения по отработке действий в случае вспышки особо опасного заболевания проводятся на постоянной основе. У нас очень динамичный положительный тренд. Мы за последние три года снизили количество очагов особо опасных инфекций животных на 75%. Естественно, врачи в такой парадигме немножко расслабляются. А учения помогают им вспомнить, отточить маленькие детали, моменты, чтобы при столкновении с заболеванием чувствовать себя уверенным. По легенде учений в Ленинскую ветеринарную станцию поступил звонок о том, что в одном из хозяйств падеж телят. Ветеринарные специалисты выехали на место, провели осмотр скота, взяли пробы биологического материала. После анализов выяснилось, что речь идет о ящуре крупного рогатого скота. В условный очаг заболевания направили колонну специальной техники для дезинфекции. В результате предпринятых мер условная вспышка ящера была успешно ликвидирована. Я очень доволен. Мне очень понравилось как обычному человеку, который, скажу честно, не особо погружен в это направление. Но вместе с тем, даже руководитель департамента Министерства сельского хозяйства, те замечания, которые она сказала, носились формальный характер. Но на самом деле, по сути, все руководители остались довольными. Это высокая оценка того труда, который здесь был произведен. Действительно, собравшиеся отметили высокий профессиональный уровень всех участников учений. Ведь здесь были отработаны способы взаимодействия ветеринарных служб, муниципальных властей, сотрудников МЧС и силовых ведомств. Мы делаем свою работу тихо, незаметно, но благодаря этому наши люди едят безопасную продукцию, наши животные не болеют, наши маленькие друзья-компаньоны не болеют. И наша задача, чтобы наша служба процветала, а наши жители, в том числе Московской области, чувствовали себя спокойно и безопасно. Это было уже шестое учение с начала года, которое на территории региона проводило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. 20 мая в Центральном парке города Видное пройдет выставка животных из приютов. На мероприятие любой желающий сможет стать хозяином собаки или кошки. Подробнее на эту тему поговорим с организатором и волонтером Анной Геймур. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Анна, что это будет за мероприятие? Расскажите подробнее для наших телезрителей. Действительно, 20 мая мы совместно с волонтерами города Видное организуем выставку, где будут присутствовать наши кураторские кошки и собаки. У нас будет достаточное количество животных, порядка 17 собак и, наверное, где-то 10 кошек. Каждый сможет действительно выбрать себе животное, но по договору, соответственно, ответственного содержания. То есть у вас все законно, вы оформляете какой-то документ? Да, мы прямо на выставке заключаем договор, поэтому на выставку нужно будет обязательно прийти с паспортом. В рамках мероприятия мы устраиваем мастер-классы для детей. Устроим мастер-класс с одним из лучших кинологов, он будет совместно со своей собакой. Немножко расскажем про волонтерство вообще, что мы делаем, как это происходит. И, соответственно, также у нас будет благотворительный концерт, в рамках которого, естественно, любой желающий сможет нам оказать моральную помощь, финансовую помощь, помочь животным кормами, ну или принести что-то необходимое. Анна, скажите, ведь эта выставка пристройства животных, это не впервые же проходит? В прошлом году было такое же мероприятие? На самом деле мероприятие приходило недавно, оно проходило 22 апреля. Как показала практика, оно прошло достаточно успешно. В рамках мероприятия нам удалось пристроить 5 кошек и 3 собаки. Но в прошлый раз участвовал в мероприятии Троицкий приют. В этот раз будут участвовать животные только гордовидные, то есть именно те животные, которые мы нашли в городе. А как вы общаетесь как-то с этими хозяевами, которые взяли себе животных? Вообще, после заключения договора мы непосредственно хозяев прозваниваем, они присылают нам фотоприветы. Мы постоянно с ними на связи, мы подсказываем им, в случае каких-то непредвиденных обстоятельств, что и как делать с животными, консультируем их. И, в общем-то, ведем животное достаточно долго. – Анна, давайте поговорим на тему бездомных животных. Вообще, как бороться с этой ситуацией? И вы слышали о законе, который рассматривают Государственные Думы? – На самом деле, лично я считаю, что у нас прекрасно работает программа отлова. И те бездомные животные и щенки, которых мы сейчас получаем, образуются только вследствие безответственного отношения хозяев. Животных домашних нужно стерилизовать, ответственно относиться, и тогда, на самом деле, будет намного легче, и бездомных животных станет намного меньше, и у нас будет поменьше работы. – Спасибо, Анна, большое, что пришли к нам в студию. Я напоминаю, что мы сегодня беседовали с организатором выставки животных и волонтером Анной Геймур. Приходите все 20 мая в Центральный парк города Видное. Герой одного из наших благотворительных марафонов – ученик Видновской школы номер 7 Влад Синилкин. Принимает участие во всероссийской акции «Физическая культура и спорт. Альтернатива пагубным привычкам». Совсем недавно мальчик освоил плавание и уже успешно выступил на соревнованиях. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. С самого раннего детства Влад Синилкин обожает спорт. С четырех лет занимался тэквондо, участвовал в соревнованиях. Авария в 2020 году разделила жизнь на до и после. Но мальчик и его семья не опустили руки. Когда после длительного лечения и реабилитации мама Влада Татьяна предложила ему попробовать себя в плавании, наш герой с радостью согласился. Они обратились в Паралимпийский комитет России и поехали на первую тренировку в спортивную школу Олимпийского резерва «Метеор». На вопрос, что-то получится с этого, она мне сказала, что я увидела в нем плавучесть и уверенность и настойчивость. Если бы я не увидела, я бы даже не бралась без него. Она говорит, будем работать. Всего за месяц Влад с нуля научился плавать. Мальчик признается, было сложно. Но от этого еще интереснее. Я много хлебал воды, тонул, меня тренер вынимал из воды. Но потом в один день, обычно она плавала со мной пару занятий, а потом она вылезла и сказала, плыви сам. И я поплыл. Уже через месяц Влад Синелкин принял участие в своих первых соревнованиях по плаванию. За месяц сумела достичь с Владом таких результатов, что она нас просто поставила перед фактом, что Влад участвует в соревнованиях. Вот и все. Посвященный 9 мая. И вот в городе Балашихе прошли соревнования, где Влад занял второе место. Сейчас Влад продолжает активно тренироваться под руководством опытных наставников. Мы занимаемся теперь не один час, а три часа. Два часа в воде и один час в спортзале. А в спортзале вы что делаете? Качаем пресс, отжимания, бегаем. Ну, я ползаю с ребятами. Первая тренировка у меня все болела и сейчас болит после вчерашней тренировки. На днях Влад Синелкин прошел в региональный этап всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт. Альтернатива пагубным привычкам». В номинации «Я выбираю спорт» для детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом мальчику активно помогали педагоги Виндовской школы номер 7, где он учится в шестом классе. У нашего Влада такая сила воли. Сила воли к жизни, сила воли к участию. Он принимает участие во всех наших школьных мероприятиях. Он вот живет этой жизнью. И я очень надеюсь, что он достойно выступит и займет первое место. Ему это очень важно. Влад мечтает стать паралимпийским чемпионом. И глядя на то, как он преодолевает трудности, сомневаться не приходится. У него обязательно все получится. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин